добрый день дорогие друзья с вами капля мы продолжаем говорить об отверженности еще одно мощное средство борьбы с отверженностью это верность призвание другими словами если вы хотите чтобы этот дух не действовал на вас в вашей жизни просто делайте свое дело двигайтесь за своим призванием не обращайте внимание на мелких шавок которые гавкают на вас не обращайте внимание на клеветников пусть они продолжают это делать не обращая внимание на врагов которые пытаются тебя так или иначе скомпрометировать не обращая внимание на людей которые всячески пытаются тебя отвергнуть показать тебе что ты нам не нужен может быть ты ему не нужен но ты нужен господу и У тебя есть призвание, у тебя есть цель, у тебя есть служение. Скажете, у меня нет служения? Я не верю в это. Я верю в то, что каждый человек имеет призвание, особенно, когда мы говорим о человеке верующем. Возможно, вы не несете никакого церковного служения, но у вас есть семья. Вы должны служить вашей жене или вашему мужу, вашим детям, вашим родным, близким. В любом случае, вы должны нести служение человека, который являет Христа в этот мир. И это, на мой взгляд, одно из самых сильных служений в этом обществе. Ваша работа является вашим служением, потому что она отображает славу Христа. Но если у вас есть откровение, если Бог проговорил вашу жизнь о каком-то конкретном служении, то тем более, во-первых, вы обязательно будете под атакой. И дьявол обязательно будет вас атаковать. А я говорил, что отверженность, она бьет в сердце. Она говорит, ты не нужен Богу. Соответственно, и твое услужение, оно не нужно Богу. Это ложь. Тебе нужно просто продолжать делать то, к чему ты призван. В свое время это очень сильно восстанавливало мою жизнь. И позволяло просто перешагивать через отверженность и двигаться дальше. И я думаю, это может получиться и у каждого из вас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!